Поставить ограничения в игре По словам кандидата психологических наук Ирины Нелисовой, занимавшейся избавлением лудоманов от зависимости, черный список – лишь одна из мер, тогда как требуется целый комплекс терапии, включая медикаментозное лечение. Это человек с зависимой структурой характера, что человек с нарушенными какими-то отношениями, системой отношений в семье, и может быть у него, не может быть, а точно, или это внутриличностный невроз, или это может быть даже психоз, или депрессия, какой-то может быть сопутствующий психиатрический диагноз. Вот в этом надо разбираться. Лечение длится от трех до пяти лет, причем оно возможно только тогда, когда человек сам признает свое заболевание и готов участвовать в психотерапии. Хотя, как правило, первыми приходят члены семьи лудоманов – созависимые люди, которые также нуждаются в помощи специалистов. Часто это отношения с мамой, это, как правило, или сверхзаботливая мама, или обесценивающая мама. Поэтому, если мама жива, то нужно полечиться, может быть, вместе с мамой, вместе с папой. Вообще-то все комплексы идут из первичной семьи, они во вторичной семье просто проявляются. Поэтому, если есть такая возможность. Вот мы делали, у нас такое комплексное было решение, когда у нас был проект. Мы лечили всю семью и группу, и у нас такой, знаете, комплексный подход был к излечению этой болезни. По словам психолога, сейчас проблема перестала быть настолько острая, какой она была несколько лет назад, когда поиграть в автоматы можно было буквально за углом в районе панельных домов. И если тем, кто уже стал зависимым, поможет только серьезная терапия, то все более строгие ограничения на открытие, казино и доступ к ним способствуют профилактике этого недуга у молодежи, которая зачастую легко поддается искушениям. А в тот миг, когда человек сам вносит себя в черный список, он делает первый трудный шаг к возможному излечению.